Всем большой привет! И сегодня я хочу сделать видео о масле зародыша пшеницы. Я коротко и по существу расскажу плюсы и минусы, кому можно им пользоваться, кому не стоит им пользоваться. Потому что обычно, когда смотришь или читаешь какие-то обзоры на масла, то в основном там говорят питает, увлажняет. Это все понятно, но это общие фразы и так можно сказать о каждом масле. Но все масла, они сильно отличаются по своим свойствам и подходят разным типам кожи. В моем плейлисте, который посвящен маслам, я стараюсь именно вот понятно рассказывать, в чем особенности масла и в чем его плюсы, в чем его минусы, кому оно больше подходит и как его лучше использовать. Первое, что мы должны знать об этом масле, то что это жидкое базовое масло. То есть масла у нас бывают какие? Базовые, эфирные, активные. Базовые масла у нас делятся на жидкие и масла баттеры. Смысл такой, что базовые масла, чем они отличаются? Тем, что в принципе их можно наносить в чистом виде на кожу. То есть, например, активные масла, которым является масло облепихи, да, самый такой яркий пример, его нельзя просто взять и плюхнуть, например, на все лицо. Но нельзя так сделать. Его можно наносить либо точечно, либо его с чем-то смешивать. Базовые масла мы можем наносить в чистом виде, либо в смеси с другими маслами. Но что здесь важно понимать? То, что из всех базовых масел, масло зародышей пшеницы, оно, наверное, одно из самых насыщенных. То есть, в нем очень много витаминов. Там просто зашкаливает уровень витамина Е. Очень много витамина Е. В масло Жожеба много витамина Е. В этом масле, я вот не знаю, в каком из них больше, наверное, здесь его даже больше. А витамин Е это что такое? Это в первую очередь антиоксидант. Это витамин молодости, красоты, который защищает от свободных радикалов, от окисления. И, кстати, здесь витамин Е именно в активной форме. То есть, тот, который очень классно проникает в клетки кожи, что тоже очень важно. Также в данном масле очень много каротиноидов. В первую очередь мощнейший антиоксидант. И это, ну если говорить простыми словами, это такой природный вариант витамина А, то есть ретинола. То есть, здесь очень много активной формы витамина Е и очень много природного такого витамина А, да, ретинола. То есть, самые такие главные витамины красоты. Витамин А, он вообще считается омолаживающим. И сразу здесь обращаем внимание на цвет. Вот такой вот цвет, он как раз получается из-за того, что в составе много каротиноидов. То есть, как отличить качественное масло зародыша пшеницы, чтобы вы были спокойны, чтобы вы были уверены. Оно будет либо такого, ну, ярко-желтого, такого тепло-желтого оттенка, да, либо вот такого красно-оранжевого оттенка. Такой яркий оттенок, он не должен вас отпугивать. Это нормально. Помимо этих витаминов, там очень много других витаминов. Витаминов группы В, ПП, Ф. Я не буду все перечислять. Если коротко, оно очень насыщенное, насыщенное витаминами. И также там очень такое удачное соотношение жирных кислот, которые тоже очень полезны. И это, наверное, первая и главная причина, почему данное масло называют омолаживающим. Оно такое и есть. У него действительно очень хорошие антивозрастные свойства. То есть, его часто добавляют в антивозрастные средства, в кремы, в смеси масел и так далее. Потому что оно вот такое очень насыщенное, очень питательное. Я бы сказала, что данное масло больше подходит именно сухой коже. Причем сильно сухой, либо обезвоженной, либо увядающей. Либо кожа, на которой есть вот эти вот мелкие морщинки. Оно больше будет подходить такому типу кожи, чем комбинированной. Такой более толстой, более упругой. Другим типам кожи, например, нормальный комбинированный, в принципе, тоже можно его использовать. Но я бы рекомендовала тогда его смешивать с другими, более легкими маслами. Первая причина, потому что оно все-таки имеет высокую комедогенность. Комедогенность это способность масла забивать поры и образовывать прыщики. Либо такие вот закрытые комедоны. Ну, черные точки. Мы их знаем простыми словами, черные точки. Вот у этого масла очень высокая вероятность, что оно это будет делать. Да, но не все это знают, потому что по своей текстуре оно ощущается как легкое. То есть это очень такой обманчивый эффект. Как раз вот эта вот легкость, то, что оно достаточно легко впитывается. Структура зависит больше от комбинации жирных кислот. И на комедогенность она не так сильно влияет. Например, тоже масло ши, которое вообще ощущается как такое жирное, да. И по первым ощущениям тяжелое. У него вообще комедогенность ноль. То есть масло зародышей пшеницы, которое такое обманчивое, легкое, на самом деле является комедогеном. Поэтому больше это масло все-таки подходит сухой, истонченной к коже, увядающей, с возрастными изменениями. То есть оно больше как антивозрастное, питательное. Оно очень, кстати, глубоко проникает в клетки кожи, что тоже очень важно. И за счет этого оно улучшает тугар, оно дает упругость. Ну, как омолаживающее масло. Другим типом кожи, конечно же, можно им пользоваться. Но лучше, вот как я это делаю, в смеси с другими маслами. Например, самые такие универсальные можно взять базовые масла. Масло, это может быть миндаля, масло абрикосовых косточек, масло персиковых косточек. Тоже масло жожуба, либо органы. То есть они являются такими более легкими. У них уже низкая комедогенность. И, например, один к одному, либо две части тех масел более легких и одна часть вот этого масла. Также очень классно данное масло подходит для кожи вокруг глаз. Вот я его часто использую на коже вокруг глаз, чтобы не было каких-то мелких морщинок, гусиных лапок. Ну и вообще кожа вокруг глаз, она у нас более тонкая, там меньше сальных желез. Вот оно отлично подходит для увлажнения, питания. И вот, ну, чтобы был вот этот тугар, да, чтобы кожа, в общем, не истончалась. Также, для чего еще отлично подходит это масло, это как масло от растяжек. Я давно заметила, что масло зародышей пшеницы часто входит в состав каких-то смесей именно вот для беременных, либо от растяжек. Я думаю, это как раз за счет высокой концентрации витаминов, высокой концентрации ретинола, то есть чтобы оно препятствовало образованию растяжек. Оно также подходит для волос, для кончиков, для длины волос, чтобы волосы были, ну, такими блестящими. Оно классно увлажняет, тоже напитывает волосы. И самый, наверное, классный метод, как можно использовать данное масло, это в пищу. Можно заправлять им салаты. Если подытожить, то масло зародышей пшеницы больше подходит для сухого типа кожи. И лучше оно работает как антивозрастное, омолаживающее, питательное, да, типом кожи от нормального до комбинированного. Лучше его использовать в смеси с другими маслами, разбавлять его. Также это отличное масло для кожи вокруг глаз, опять же, за счет его такой насыщенности. И это отличное масло для профилактики растяжек, то есть для от растяжек и для кожи тела. Если вы, например, там тренируетесь или у вас меняется вес, вот тоже очень классное масло. Оставляйте запросы, какие масла еще мне разобрать, потому что их очень много, это такая бесконечная тема. И всем пока, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.